Всем привет! Сегодня мы поговорим с вами о том, каким образом можно прекрасно провести время, играя в одиночные игры. Сегодня я предлагаю вам 10 идеальных одиночных игр всех времен, которые смогут занять вас на долгие часы и погрузить вас в удивительные приключения. И перед тем как не начать, напомню вам, что по ссылкам в описании вы найдете надежные магазины стимовских ключей, где цены приятно удивят. The Calista Protocol. Это однопользовательская игра ужасов с элементами выживания и проработанной сюжетной линией. Действие игры будет происходить в далеком будущем, на Calista. Это тюрьма для особо опасных преступников, где томятся тысячи заключенных без права на освобождение. В связи с непредвиденными обстоятельствами база перешла в режим выживания, и вы должны продемонстрировать свою силу, мощь и интеллект. Вы будете бороться за свою жизнь не только против ужасных монстров, но и против своих товарищей по оружию. Большая часть неприятностей будет происходить от обезумевших роботов-охранников, которые бездумно стреляют в воздух. В какой-то момент вам придется выбрать одну из сторон и не рассчитывать на честность и благородные намерения ваших героических преступников. Tales of Arise Это мистическая игра, полная сюрпризов и приключений. Вам предстоит разобраться в загадке вселенского масштаба и выполнить задание. Сюжет заключается в следующем. Более 300 лет подряд слуги Рена правили планетой Дана. Они разграбили все ресурсы и лишили жителей их достоинства и свободы. На протяжении веков жители жили в постоянной борьбе, но теперь все должно измениться. В двух разных мирах рождаются и воспитываются люди, которые хотят изменить свою жизнь. Они хотят испытать две нации и создать свободу и гармонию во всем мире. Удастся ли им это? Смогут ли герои преодолеть все трудности и остаться людьми? Зависит только от ваших действий. Создайте мир заново. Используйте для этого передовые навыки и инструменты. Каждый раунд будет все сложнее. Поэтому будьте готовы покорять вершины и не сдавайтесь после первых неудач. Благодаря литературной разработке персонажей все происходящее кажется реальным, а персонажи настоящими. Попробуйте сами почувствовать эту атмосферу хаоса, мистики, вечной борьбы и стремления к лучшему. Last Epoch. Это многопользовательская родевая игра, которая перенесет вас в совершенно потрясающий фантастический мир. Ваш герой попадает в альтернативную реальность, погруженную в кромешную тьму. Темнота и сопутствующие ей большие несчастья заставляют человечество продолжать выживать под землей, где люди могут спастись от многих стихийных бедствий. Вам предстоит взять на себя роль одного из счастливчиков, которым посчастливилось избежать смерти и сохранить рассудок. Вы решаете свою судьбу, пытаясь найти способ прогнать тьму и вернуть следующее поколение в их дома на поверхности. Подготовьте соответствующее снаряжение и отправляйтесь в путь. Вы должны подняться в воздух, где царит темнота, а значит вам понадобятся яркие факелы. Исследуйте окружающую обстановку и ищите любые знаки или подсказки о том, как справиться с тьмой. Вам придется иметь дело с бесчисленными монстрами, которые скрываются во тьме, поэтому не стесняйтесь поднимать оружие против каждого существа, которое осмелилось наброситься на вас. Продолжайте свой путь и постарайтесь найти то единственное верное оружие, которое сможет вернуть яркий солнечный свет. Alex 2 это продолжение старинной ролевой игры, где вас ждет еще одно приключение, когда вы будете исследовать открытый мир. Вы должны вернуться на планету Магалан, которая снова стоит перед угрозой уничтожения. Джакс, главный герой серии, вынужден бороться с новой угрозой и пытается объединить разрозненные фракции для борьбы с общим врагом. Откройте для себя фантастический и разнообразный мир с потрясающе богатыми возможностями. Наблюдайте за развитием огромного количества биомов и станьте свидетелем деятельности многих фракций. Постапокалиптическая обстановка придает действию неповторимый колорит. Используя свой реактивный ранец, вы отправитесь исследовать незнакомую планету. Перемещаясь по воздуху, вы можете быстро преодолевать значительные расстояния. Вам понадобится много огневой мощи, чтобы победить врагов, а в одиночку справиться с этой задачей практически невозможно. Соберите группу единомышленников и будьте готовы к любой чрезвычайной ситуации. Все ваши действия будут записываться и отражаться в действиях ваших друзей. Поэтому будьте внимательны к своим решениям и поступкам. Друзья покинут отряд, если их поведение вам не понравится. На войне всегда будут потери, поэтому вы должны быть готовы к потерям в своей команде. Ваша свобода действий ограничена только набором этических правил, которые вы можете изменить, если захотите. Участвуйте в сражениях и используйте свое оружие и навыки, чтобы показать свое боевое мастерство в красочном фантастическом мире, находящемся под угрозой пришельцев. В этой игре вас ждет невероятное и удивительное приключение. Kingdoms of Amalur Re-Recoring Экшен-РПГ, где мы отправляемся на просторы фантастического мира с видом от третьего яйца. Главным преимуществом игры является наличие полностью открытого окружения, которое позволяет изучать самые потайные уголки этого мира. Все события происходят на большой планете, жители которой разделились на несколько фракций. Сюжетная линия расскажет о смерти главного героя, которого вскоре получилось воскресить, с чего и начинается основное приключение. Основа игрового процесса заложена в диалогах, где любые действия и принятые решения будут иметь последствия. Тебе нужно подключить тактические навыки и смекалку, которые станут верными товарищами на пути к успеху. На пути игрока ожидает масса неожиданных событий, покрытых пеленой мрака и тайн, а также оппоненты, жаждущие его смерти. Будь сосредоточен на том, чтобы постоянно развивать таланты, которые помогут в будущем справляться с более сложными миссиями. Мир игры огромен и непредсказуем, что делает основной геймплей еще более интересным, но в то же время и более сложным. Тирани. Приключенческая ролевая игра с видом от третьего лица, в которой вам придется взять на себя ответственность за управление обычным человеком, живущим в мире, уничтоженным войной. Здесь вы будете сами себе богом, судьей и палачом, и только вы будете решать, как будет меняться окружающий вас мир и что будете сами делать в будущем. Самая главная особенность этой игры заключается в нелинейности историй. Тут каждое ваше действие может сыграть большую роль в устройстве здешнего мира и вашего окружения. Каждый ваш поступок, каждое убийство, кража или диалог могут влиять на сюжетную линию. Отдельно стоит сказать о том, что в игре вас ждет просто невероятное количество заданий. Это и сюжетные задания, и меняющиеся в зависимости от принятых вами решений в начале игры дополнительные задания. От второстепенных персонажей. Задания все разнятся, где-то придется подраться, а где-то нужно просто общаться с различными персонажами, добиваясь того или иного исхода разговора. В общем, скучать в этой игре точно не придется, а дело задач хватит на многие десятки часов. The Singing City – это компьютерная приключенческая игра с элементами RPG. Ее сюжетная линия и динамичный геймплей обязательно понравятся многим игрокам. На протяжении всей игры вы будете находиться в напряжении, а значит скучать вам точно не придется. Сюжетная линия расскажет вам о странной и загадочной смерти художника и всей его семьи. Вы же в свою очередь должны взять на себя роль главного героя, чтобы расследовать такое дело, которое запутано и окутано густой тьмой. В ходе своего расследования вы открываете множество страшных тайн. Сначала вы должны отправиться исследовать мир, который образуется вокруг вас, чтобы получить полезные ресурсы и собрать полезные подсказки, которые помогут вам в дальнейшем прохождении игры. Нельзя не упомянуть, что стиль графического дизайна здесь привлекателен и позволяет с головой окунуться во все происходящее. Отправляйтесь в опасное приключение, где вам придется обдумывать каждый шаг и включать свою смекалку и логику. Evil West – крутое сочетание экшена и шутера с видом от третьего лица, где мы отправляемся на борьбу со злом. Сюжетная линия поведает о том, как было совершено вторжение обителями зла в виде жутких монстров и коварных бездушных тварей, разрушающих все на своем пути. Ты сыграешь роль отважного воина, который становится на пути сопротивления и готов сделать все возможное, чтобы спасти родную землю и оставшихся в живых на ней людей. Игрок принадлежит к сверхсекретной организации и на его плечи ложится последняя надежда человечества на спасение. Важно действовать осторожно, проявляя навыки тактического планирования, а также смекалку, чтобы не дать монстрам и шанса достичь желаемого. Главной особенностью игры является наличие как одиночного, так и кооперативного режима, где первый позволит как следует отточить свои профессиональные навыки, а второй отлично провести время в компании друзей. Графика также круто исполнена и способна с головой погрузить тебя в этот мрачный и непредсказуемый мир. Elden Ring Приключенческий фэнтезийный экшен с видом от третьего лица, в котором вас ждут приключения, битвы с эпическими монстрами и нелинейный сюжет, который полон на неожиданные повороты и тайны, раскрыть которые будет не так-то просто. События отправляют нас на просторы покрытой пильной мрака вселенной, которая переживает последствия жуткого апокалипсиса. Исполни роль отважного героя, который отправляется в далекий путь на поиски ценного артефакта, способного спасти мир от полного разрушения. Впереди нас ожидают преграды и опасности, борьба с бездушными и могущественными монстрами, а также раскрытие тайн, которые сумеют привести к цели. Позаботься о своей экипировке, чтобы она всегда содержала мощное оружие и атрибуты защиты. Изучай локации, чтобы раздобыть ценные ресурсы и открыть больше возможностей по достижению поставленных целей. Пройди все испытания и наконец спаси мир, дав его обитателям надежду на светлое и безопасное будущее. Atomic Heart. Это игра в стиле шутера с видом от первого лица. В сюжетной линии все начинается в то время, когда происходит основное развитие СССР. Главный герой подготовленный агент, который после провала задания должен выяснить, почему все пошло не так. Что еще хуже, фабрика кишит обезумевшими роботами, которые испортились и готовы убить все живое, что встретится им на пути. Игрок получает огромный арсенал всевозможного оружия после того, как сможет пройти серию сложных головоломок и отбиться от роботов. Все это можно считать легкой подготовкой к главному монстру, который скрывается где-то внутри фабрики. Из особенностей игры можно отметить огромное количество различных роботов, обладающих способностями и навыками. Безлюдная местность, где помощи от своих ждать не приходится. Уникальная физика оружия и ограниченный боезапас. Иногда вместо обычной перестрелки приходится действовать тихо, потому что иначе можно начать все сначала. Не нужно шуметь, ведь где-то рядом роботы могут услышать героя. Вам предстоит прорываться через огромную базу, захваченную роботами, собирая предметы, которые вскоре пригодятся в бою. Вот мы и подошли к концу моего видео. Надеюсь вам понравилось и вы нашли для себя новые идеи по играм, где вам не нужно полагаться на совместную игру с другими игроками. Каждая из этих игр настоящая находка в своем жанре, и я уверен, что они смогут принести вам множество часов удовольствия. Не забывайте делиться своими отзывами и комментариями, а также подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Увидимся уже в следующем выпуске. До новых встреч, друзья!